МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Два самолета-разведчика обнаружили средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. 30 июля истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата подозрительных объектов. Военнослужащие подошли на безопасное расстояние к цели и выяснили, что к государственной границе России приблизились стратегический самолет-разведчик РС-135 военно-воздушных сил США и самолет-базовый патрульный авиации П-8А «Посейдон» военно-морских сил США. После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы нашей страны истребитель вернулся на аэродром-базирование. По информации Министерства обороны, полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушение границы России американскими самолетами-разведчиками не допущено. Премьера на телеканале НТС. Ко дню открытия Матросского бульвара независимое телевидение Севастополя представляет документальный фильм «Время защищать камни». Это история о людях, подаривших городу восстановленный, обновленный, первый Севастопольский бульвар. А еще это история о тех, кто не побоялся выйти на защиту реконструкции, отстояв свою правду. Февастопольского бульвара LET Севастопольское бульвару Будем помогать в любом проекте, в Матросском бульваре тоже. Какие там взаимные обещания, даже писем не согласовывая. Если человек подонок, это поможет слабо. Некая организация начинает некие строительные работы. Не будет никому позволено превратить этот процесс в политическое шоу. Даже Алексею Михайловичу Чалову. Гражданская позиция севастопольцев, она ведь неоднократно проявлялась. И последняя капля – это Матросский бульвар. Начинается с 6 утра около Матросского бульвара собираются неравнодушные севастопольцы. Вы просто подумайте, есть у вас совесть и честь или нет. Вчера вечером мы опубликовали сообщение о начале сбора подписей. Фонд 35-го батареи взяли сделать, но мы не тянулись о том, что это будет сделано очень красиво, качественно. Были зимние вечера и зимние ночи. Они защищали Матросский бульвар. Александр Викторович, скажите, пожалуйста, а что здесь сегодня было? Зачем вы здесь? Можно просто прекратить и все, передать там кто-то. Ну, вы уже там сами будете. Фонд создайте. Люди понимали, что если они сейчас не придут, люди сейчас не выйдут, то они это потеряют. Да, мы ночевали на работе и ждали тревожного звонка. Люди, которые увидят, наверное, тот фильм, который вы снимаете, они, может быть, в голове у них что-то изменится. Время защищать камни. Документальный фильм. Здание диорамы отремонтируют, а территорию вокруг благоустроят, сообщила в четверг министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Севастополь. Все, что касается Сапон горы. Первый этап был уже закончен. Вы знаете, что это было решение и строители сделали много, несмотря на все карантинные меры. Но, тем не менее, справились и 9 мая. Первая очередь была сдана. Все, что касается второй очереди, это диорама. Работа с диорамой. Там точно также требуется восстановительная работа. Сейчас там завершено 12 объектов. И впереди у нас работа с диорамой и все, что вокруг нее. Проект создания реставрационных мастерских рассмотрят севастопольские парламентарии. Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов предложил предусмотреть в бюджете города на следующий год возможность создания новой организации, в которую войдут аттестованные реставраторы. Если эту идею одобрит городской департамент финансов, в ноябре 2020 года деньги на реставрационные мастерские будут включены в трехлетний бюджет Севастополя. Я надеюсь, что в ноябре месяце, когда мы будем обсуждать уже проект бюджета на будущий год и на плановый период 22-23 годов, некая строчка в бюджете появится. Во всяком случае, если не появится, у меня будет основание спросить, а почему, собственно. О необходимости формирования реставрационных мастерских Вячеслав Горелов сообщил главе города Михаилу Развожаеву. Я написал письмо Развожаеву Михаилу Владимировичу, изложил свое видение проблемы, сказал, что памятников у нас в Севастополе много и такие мастерские будут востребованы в течение длительного времени. Привел пример вот того же самого памятника на северной стороне, памятника славы воинов 2-й гвардейской армии. Севастопольским памятникам требуется внимательный, квалифицированный подход и руки заботливых специалистов, считает парламентарий. Подробная беседа с депутатом законодательного собрания Севастополя Вячеславом Гореловым о перспективе создания реставрационных мастерских в нашем городе в программе «Актуальное интервью» после вечернего выпуска новостей. В Севастополе зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства города. Пациент – 8-летний ребенок, причем это завозной случай. После выздоровления выписаны еще 5 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 344 человека. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровели 283 пациента, 9 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 142 человека. В городской больнице номер 9 – 131. По месту жительства – 619 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом на трассе Таврида по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, 31 июля 2020 года около 5 часов утра микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер», следовавший из Краснодара в Симферополь на участке автодороги Таврида в районе села Русаковка, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», который следовал в попутном направлении. На момент столкновения, по предварительным данным, в автомобиле находились 18 человек, из которых семеро, включая водителя, скончались на месте. Позднее скончались еще две женщины. Девять пострадавших, включая двоих несовершеннолетних детей, доставлены в больницы, где им оказывается экстренная медицинская помощь. На место происшествия работают следователи Управления по расследованию особо важных дел, следователи Белогорского муниципального совета, следователи-криминалисты Главного следственного управления. По линии МВД возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Родственникам погибших и пострадавших пассажиров микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП, в Крыму положены выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенц. Он уточнил, что ответственность перевозчика застрахована в страховой компании «Гайде». В этой компании подтвердили наличие действующего договора и готовность выплатить компенсации, если события признают страховым случаем. Для получения выплат потерпевшим нужно написать заявление в страховую компанию «Гайде» и представить паспорт. Документ от перевозчика о произошедшем событии и заключение из медицинского учреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Как пояснил Игорь Юргенц, размер страхового возмещения рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства России. Пострадавшему выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму. При этом необходимости подтверждать фактические расходы на лечение нет. Размер компенсации зависит от вида травмы и степени ее сложности. Глава Крыма Сергей Аксенов также выразил готовность властей республики оказать помощь пострадавшим. Мы переходим к другим новостям. В Севастополе по инициативе жильцов преображается все больше внутри дворовых территорий. Так, общими усилиями людей, проживающих в доме номер 25 по проспекту Октябрьской революции, началось комплексное благоустройство площадки внутри двора. Чтобы осуществить задуманное, сделать комфортный сквер, люди обратились в районный муниципалитет и в правительство Севастополя. Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов проверил, как идет благоустройство внутри дворового сквера. Раньше эта территория напротив дома номер 25 по проспекту Октябрьской революции была практически заброшенной, без освещения, скамеек и тротуарных дорожек. В прошлом году здесь установили новую детскую площадку. Объединившись, севастопольцы решили облагородить и небольшой сквер, расположенный в глубине двора. За помощью обратились в Гагаринский муниципалитет. Жители у нас все очень грамотные, образованные и технически понимают, что нужно делать. Инициатива, что здесь построить и сделать, это была инициатива жителей. А задача уже была проектировщиков поддержать и довести до логического завершения. И все, здесь все просто. Опять наши жители знают, что нужно. Они же понимают, какие нужны им тротуары, какую они хотят видеть спортивную или детскую площадку. Где не видят, даже не рекомендовали, где освещение сделать. Проект по благоустройству общественного пространства передали в правительство, где выделили финансирование на реализацию задумки активных граждан. И уже в начале мая этого года строители вышли на объект. Представитель компании, которая осуществляет строительный надзор за работой подрядчика на объекте, Евгений Киселев, рассказал, что работы выполняются согласно проекту. Работы выполнены уже на процентов 70. Фактически никаких затруднений здесь нет. Все делается согласно нормам, правилам. Будет здесь освещение, будет скамеечки, будет спортивная площадка здесь сделана, оборудование. Одна детская площадка уже фактически находится, было сделано в прошлом году, управляющей компанией. И следующая будет спортивная. То бишь, чтобы люди занимались, и детям было, как говорится, где погулять, и можно было и заниматься спортом. Во время осмотра комплексного благоустройства исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Ворлов обратил внимание строителей на несколько замечаний. Да, есть замечания в части выполнения работы, потому что сегодня от заказчика и от технического надзора требования – это качество. Потому что делается это все для жителей города, делается это для организации здесь благоустроенной территории. Поэтому мы смотрим в основном на качество. Ну и при этом есть замечания, у нас на территории города существует порядок перемещения отходов. Организация должна представить соответствующие документы для того, чтобы подтвердить, что данный отход, мы видим здесь на зеленой зоне, размещен отработанный материал, который они должны переместить на соответствующий участок специализированной организации. По словам главы департамента городского хозяйства, почти все внутридворовые территории благоустраиваются по инициативе жителей домов. Еще одна придомовая территория, которая преобразилась в рамках комплексного благоустройства по улице Новороссийской. Здесь обновили тротуар, поставили скамейки и установили две площадки – детскую и для занятия спортом. Начали примерно месяца полтора-два назад, и сложности подъезда их почти нет. То есть приходилось каждое утро отбивать себе подъезд, чтобы заехала техника. Воркаут исполнил с традиционным покрытием на бетонном основании резиновая подложка в сантиметр, а детская площадка уже по другому принципу. С покрытием строилось. Там делалось основание из отсева, потом полтора сантиметра стандартной резины и сверху каучуковое экологическое чистое покрытие. То есть оно по ГОСТам экологически чистое получается, она не выделяет запахи, как обычная резина. Ну и, как вы сами убедились, оно амортизирует достаточно очень сильно. Почти 20 общественных пространств в этом году в нашем городе уже преобразились, и все благодаря инициативным севастопольцам, отметил глава местного горхоза Евгений Горлов. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севнформбюро. В торгово-развлекательном центре Мусон открылись аттракционы виртуальной реальности. Найти игровую зону очень просто. Находится она справа от кинотеатра. Более 10 различных симуляторов с десятками игр на каждом. Тематическое разнообразие также впечатляет. От шутеров, требующих активного участия в процессе игры, до графических сюжетов с эффектом присутствия. Необычные новые эмоции испытают и дети, и взрослые. В захватывающий мир, созданный с помощью последних технологий, окунулась наш корреспондент София Драговоз. «Только что я буквально пронеслась по городу в вагончике. Если включить воображение, эмоции очень реальны. Это только один из 50 маршрутов. Ну что, отправимся дальше. Теперь я хочу в джунгли». Все маршруты невероятно зрелищные. На несколько минут можно перенести в совершенно разные локации или даже фантастические миры. Нью-Йорк или Сеул, космическое пространство или другие планеты – выбирать вам. Есть и аттракционы, требующие более активного участия. Например, целой компанией можно отправиться на Марс, сражаться с местными чудищами. «Играть сложно, потому что надо смотреть на все стороны, иначе тебя могут убить». Аттракционы виртуальной реальности начали набирать популярность в нашей стране не так давно. Тем не менее, в Севастополе уже есть несколько подобных центров. Однако в Мусоне представлен самый большой выбор аттракционов. «Аппараты абсолютно новые, мирового уровня, которые поддерживают все передовые разработки в области VR-развлечений. Здесь у нас представлено более 220 игр различных. То есть это и симуляторы, и квесты, и шутеры. Это игры, которые с ограничением 8+, но они могут быть интересны не только детям и подросткам, но и взрослым. Улично мне, как автолюбителю, больше нравятся автосимуляторы, потому что можно почувствовать в полной мере, ощутить драйв гоночного трека, быстрого автомобиля. И эти эмоции действительно стоят того». «Сама машина эта находится на полностью подвижной пневматической платформе, которая будет повторять полностью виражи, повороты и скорость столкновения. Ну, в зависимости от того, насколько ты сам хочешь вливаться в эту атмосферу. Если ты в душе тоже ребенок, то тебе безумно понравится». Благодаря виртуальной реальности можно примерить на себя роль гонщика, лыжника, музыканта и многие другие. Это отличный вариант, чтобы отпраздновать день рождения или просто необычно провести выходной день. Стоимость – 150 рублей за одну игру. Длятся сеансы от 5 до 15 минут. Кроме того, 1 и 2 августа можно воспользоваться приятной акцией. Вы можете пройти бесплатный 5-минутный тест-драйв каждого аттракциона. А затем время вашей игры будет удвоено. То есть, приобретая, например, 15-минутный сеанс, вы сможете играть целых полчаса. Познакомиться с возможностями виртуального мира приглашают всех севастопольцев и гостей города. София Драговоз, Дмитрий Фомин, Севинфорумбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинфорумбюро. Телефон редакции мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Всего вам доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин